МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио-компании Гомель, у студии Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Реформование экономических относин. Сегодня отбылась панельная дискуссия на тему экономики и бизнеса. До зимы готовы у регионе отремонтовали 120 км дорог республиканского значения. Скарбница народной души у Гомеля представили выставу неглюбских рушников. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Повышение конкурента здольности Галин экономики. У Гомеля отбылась черговая панельная дискуссия на тему экономики и бизнеса. Удельники-бизнесмены, керевники предприемства, вученые. Диалог складался с трех тематичных блоков. Основное питание – реформование экономических относин, повышение эффективности державных регулирований у этой сферы, социальная отказность бизнесу, удосконаливание механизмов закупок. Спикеры означают, конкурентность белорусской экономики – особливо актуальная тема в сегодняшних умовах. Мета дискуссии – у пошуку новых идей для развития внутренних и внешних рынков. Это очень важный момент в связи с тем, что и сейчас такая ситуация, экономическая пандемия во всем мире. Поэтому назрела необходимость, может принять дополнительные каких-то решения. Основная задача – диалоговые пляцовки, распроцовка и подрыхтовка измен – удеющее законодавство. Самые перспективные пропановы будут разгледжены на усе белорусским народном сходе. А до Австралии и до Америки у Гомеля отбылся международные бизнес-дни. Форум объеднал представников больше, как 20 держав в свету. Но на этот раз за складанные эпидситуации все контакты виртуальные. На смену вочным перамовам проишли вебинары и онлайн-презентации в интернете. Великой диалоговой пляцовкой стал официальный сайт у Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты. Удельники обмерковывали, как працовать в новой экономичной реальности и знайсти поспеховые орошения для бизнеса. До того, что у гостей была максимальность литерально с любой кропки света, детальово ознайомятся с инвестиционным потенциалом по дневному сходному региону Белоруссии. На нас вышли практически представители всех континентов и бизнес всех континентов. Это говорит о том, что в этой ситуации трудно стало всем. И особенно бизнес нуждается сейчас в контактах. Они хотят заявлять о себе, они хотят контактов для общения, потому что понятно, что для бизнеса коммерческая составляющая очень важна. И бизнес не в Гомеле, само название говорит о том, что это та площадка, которую надо развивать. Задача белорусских специалистов – поширить клиентскую базу и географию экспорту. За пять годов проведения бизнес-денда форум удалучились больше, как две тысячи компаний из 30 краин света. Уликло активных партнеров и удельников – Россия, Украина, Казахстан, Польша, Германия и Китай. Нагадаем с первого листопада Беларусь часово обмежевала уезд замежных грамотян у совести с COVID-19. Про это поведомляет Державный пограничный комитет с посылкой на отповедную постанову Совета министров. Обмежевание не распоусюдживается на замежных грамотян, которые рухаются по дипломатичных и службовых пашпортах, керавников и членов офицейных делегаций, водителям при выконании международных автоперовозок. А кроме того, пропуск дозволен иншаземцам, которые являются мужем-тиженкой, батьками альбо детьми, грамотян Беларуси, мают право на проживание на территории нашей краины и дозвол на працу. Продукрежены и шарах инших выключений. Под обязанности на сайте Держпогранкомитета. До зимы у Гомельской области отрамонтовали 120 км дорог республиканского значения. Пришим увагу надали трассам, які приняли на себе основную нагрузку подчас ремонту моста на трассе М-8 граница Российской Федерации, Витебска, граница Украины. Наши корреспонденты сострялись со специалистами предприемства «Гомель-Аутодарка», поцекавиться зробленным и оценить ход подрыхтовки до работы у зимовый период. Для дорожно-эксплуатационного управления номер 41 этот год был без перебольшивания напруженным. Починаюшись с весны, працавали практически без субботних выходных. И объемы работ великие, и проблем с финансованием не возникло. Да и на дворе усталевалась сприяльная для дорожных работ. Дозволило протягивать их навод на початку листопада. Коли оценивать реализацию планов у целым по предприемстве, Гомель-Аутодар свои задачи селита выканал в полном объеме. В этом году в рамках проекта «Мощь через реку Сош» было отремонтировано тонкими защитными слоями 306 тысяч метров квадратных дорожного покрытия. Кроме того, обязательная программа дорожных работ была выполнена 120 километров. Тросовое рождение установили 3 километра. 8 мостиков маленьких отремонтировали. Работа ведется. Что тычется процессу подрыхтовки до зимы, по словах дорожников, селита проблем так сама не возникла. Причем одночасово с новой техникой при необходимости на дороге выйдут машины, набытые ранее. Сярод беда и самых незвычайных – шнека роторная. У Гомеля она працует каля пяти годов. Правду, выкористовывается только подчас великих снегопадов. Лед, конечно, она не возьмет, а если с коркой льда, то она возьмет этот вал. Производительность этой установки до полутора тысяч тонн в час. Дальность отбрасывания, если снежной массы, до 30 метров, а слежавшиеся куски, такие уже обледеневшие, даже до 50 метров. Еще одна выращенная задача – створение запасов сумесел для просылки дорожных опокрытия подчас зимы. По великим рахунку, альтернативы соли и песку в ученые пакуль не пропонуют. Усе остальные нишматлики и распросылки можно назвать экспериментальными. Эффект часто наводь меньше, а кошт больше высокий. Иншая справа, что заховывают сумеси теперь у специальных ангарах, а не на открытых плясовках и окраней. Плюс опрасовывают соль специальными химикатами, что дозволяет зарабить ей выкористание больше беспешным для экологии. Соль мы обрабатываем составом специальным, который, будем говорить, каким-то образом немного нейтрализует, ну и не слеживается. А для того, чтобы высыпать необходимое количество соли, это зависит от осадков, какое количество интенсивности осадков. Чем выше осадки, тем больше грамм на квадратный метр. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель». 50 годов каханни и сгодя у ЗАГСа Гомельской гарвы Конкама отцветковали золотый юбилей шлюбу Виктора и Тамара Кирыенко. Праспоустагодзе сумесного життя яны знову покляліся один-адному у верності. История кахання распочалася в 1969 году. Тамара проехала у Гомель из Крыма, Виктор вернулся за армией. Яны познайомилися на занятках у вечерней школе. Девчина допомагала будучему мужу с математикой. Прасгод Виктора зарабил Тамары Прапанову. Расписались яны в этом же отделе ЗАГС 50 годов тому. Подтримливаючи один-адного, будавали карьеру. Сослесара-инструментальщика Виктор стал академиком, доктором социологичных навук и проректором ГДТУ Мясухого. Тамара, адработницей фабрики Цацак, выросла до головного бухгалтера Гомельского училища машинобудования. Пара упевнена, дякуючи повазе и взаеморазумению. Махчима усе. Повеншовать юбиляров пришли их сябры и семья. Две дашки и четверо внуков. На память об урачистой подеи пара отримала специальное посвящение. Як полюбила, так и зробила. Под такой назвою филиаля Ветковского музея у Гомеля открылась выстава, присвеченная 105 годью с дня народжения Марии Каутуновой. С негрюбским сусветом одной майстрыхи знайомилась Ганна Корольчук. Биография Марии Каутуновой вельми простая, як и во усіх вязковых шахаров. Родилась у негрюбцей в 1915 году. Скончила два класса мясцовой школы. Працевала дояркой у Саугасе. Вышла замуж и выховала девять детей. Ткать и вышивать училась с дятинства. Во усіх, хто наведував я ее дому, зникало здеуленье. Як може один человек створить столькі прыгажості? Сдавалося, што ты трапляюш в райский сад. Навокол были тканые вышитые диваны, наволочки, постелки, рушники с квятистыми узорами. Сначала рождение детей, потом война. То есть в таком промежутке лет сорока ткала. И на выставке можно увидеть не только тканые, но и вышитые рушники. Или, допустим, покрывало. То, что мастерица перерабатывала с вышивки в ткачество. Наоборот, и могла стилизовать то, что уже было, она стилизовала. Гэтая жанчына была не только талиновитой ткачыхой и вышивайщицей, але и саправдной заховальницей старожитных традиций. Багато працавала над узорами, сбирала орнаменты со стареньких рушников и переводзела их со складанной техники ткацтву в больш простую. Шмат разов Марею Ковтунову просили отдать работы у музей. И она отказывала. После моего смерти все заберите, а покой живу, нехай будет дома. Дети выконали гэтый заповед. После смерти мати в 1988 году покинули себе по некольки рушников, а больше за 60 работ передали у музей. Нам мама на память каждому из дочерей подарила две работы, остальное она отдала у музей. Мы это храним на этих рушниках. Я второй раз замуж выходила, становилась на рушники ее память. Наши дети выходят замуж, жениться. Также мы этот рушник берем в ЗАГС. И вот эта память, она как бы все время по жизни идет. Надеюсь, и внуки наши будут жениться. Мы их тоже, как бы, все это мы храним. На открытие экспозиции приехали дети, внуки и правнуки Мареи Ковтуновой. На жаль, творчая династия у семьи не заховалася. Однако творчостью нехлюбской маестрыхи люди протягивают захопляться и 30 годов после ее смерти. При этом Яй Аталин был признанным и при житии. В музее можно увидеть ее медали, грамоты и дипломы за удел во всесоюзных выставах. Ганна Кральчук, Яуген Макеенко, телерадоакомпания Гомель. Вампиры, ваукалаки, ведьмы. У Центра инклюзивной культуры отзначили Хэллоуин. Гарбузовые головы, маски, свечки, павутина, атрибуты свято створали атмосферу крыху пужливого, але вельми цикавого и неизвычайного света. Мероприемство проходило в формате интерактивного шоу. У дельники творческие коллективы Центра представили розные жанры, пантомиму, вокальные, а так само танцевальные номеры. Дарайше подобные видовищные святы тут ладят постоянно. Яны объедновывают и супрационника установы, и людей с инвалидностью. И в Чаргу выраз доказывают, межу для творчести неиснуе. Творчество должно быть общей площадкой для объединения абсолютно всех. И поэтому вот такого рода мероприятие, как сегодняшний наш бал, позволяет включить абсолютно всех, независимо от их возможностей, талантов, креативности. И вот это самое главное, пожалуй, для чего мы все это делаем. Завтра стартует новый сезон первого СНД экологичного мультсериала «Команда-99». Слушка белорусских аниматоров в уши с юных глядачей правильному сбору отходов. Вынаходливая команда Янота у сортовальников вертается, как повиншовать школьников с восенецкими каникулами. Дети и их батьков чекают саймальные пригоды и корыстная информация. У новых сериях Яноты покажут, что отбудется, когда неправильно выкидывать небеспечные речевы, на что потребные сметти сортовальные заводы и как яны лоткованные. Премьера сезона завтра на ютуб-канале «Таргет-99» с Беларусь. Там же можно найти и попередние серые мультфильмы. В осень салком уступила у своей правы. У регионе усталевалось пахмурное и дождливое надворье. Тем не менее, в початок нового месяца подороть же хорам в области некольких ясных днем. Во вторых и сираду чекается температура до плюс девяти и без опадка. В четверг слупок термометра вздымется до десяти градусов, мягчимы дожжи. В пятницу станет теплее, плюс одиннадцать градусов, а лет шагаются дожжи. Худкость ветра до десяти метров за секунду. Температура в выходные дни до плюс дванадцати. Так само прогнозуются опадки. Это и другие новинные информации о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто в студии «Руслан Габрилев». Здравствуйте. В предвыходные и выходные дни сотрудниками ГАИ выявлено 34 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, и 87 автолюбителей, которые сели за руль, не имея на то права. Зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили телесные повреждения и один погиб. Смертельное ДТП произошло около полуночи 1 ноября в Светлогорском районе. 23-летний парень двигался по автодороге Р-82, Октябрьский, Паричи, Речица. В салоне БМВ находились четыре человека. Водитель автомобиля не справился с управлением транспортного средства на закруглении дороги, из-за чего выехал на обочину, где автомобиль ушел в неуправляемый занос, после чего опрокинулся. В результате данного происшествия водитель скончался на месте происшествия, также пострадала 20-летняя пассажирка, которая ехала на заднем сидении. С травмами она была госпитализирована. Еще два пассажира после осмотра медиками в больнице были отпущены домой. А в Калинковичском районе в ДТП пострадал водитель большегруза. Он сбил лося, после чего животное оказалось в кабине его автопоезда. Происшествие зарегистрировано в субботу около 11 утра. В шести километрах от деревни Сельцы, на автодороге Бобруйск-Мозырь, граница Украины, животное, которое внезапно выбежало на проезжую часть, сначала попало под Вольцваген, после его отбросило на грузовой дав. 58-летний водитель фуры, житель Одессы, с различными ушибами и открытым переломом костей носа, госпитализирован в районную больницу. Поймали плутовку на месте преступления. В Хойникском районе наконец-то изловили лису, которая повадилась охотиться на домашних кур. В деревне Храпково лиса неоднократно приходила на подворье и успела умертвить четырех птиц. В очередной раз, застав незваного гостя, хозяйка попыталась прогнать хищника, но дикое животное бросилось на женщину, а затем спряталось в сарае. Пенсионерка решила вызвать спасателей. Звонок был переадресован милиции, сотрудник которой обезвредил животное. Решение о применении оружия было вызвано внешним видом лисы, характерным для бешенства. В речице рабочие застряли на 27-метровой высоте. Понадобилась помощь спасателей. 30 октября на улице Молодежной мужчины проводили работы по герметизации швов жилого дома. Из-за выхода из строя автоматики-люльки они застряли на уровне девятого этажа. При помощи автолестницы МЧС рабочие самостоятельно спустились на землю. Дети, оставшиеся без присмотра, зачастую попадают в сводки происшествий. Очередной случай произошел в минувшую субботу. 31 октября в 15.10 в Гомельскую центральную городскую детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии доставлен двухлетний мальчик. Установлено, что двумя часами ранее, находясь в гостях вместе с матерью, ребенок упал в искусственный водоем глубиной 36 сантиметров, расположенный во дворе частного дома в поселке Медвежий Лог. Медики предпринимают все усилия, чтобы спасти жизнь ребенка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Руслан Габрилов. Руслан Габрилов. Руслан Габрилов. Руслан Габрилов. БЧ представит Павел Книга. Сбор пройдет в Ратомке с 4 ноября. Гомель продолжает возглавлять таблицу хоккейной экстралигии. Подопечные Сергея Стасия обыграли одного из ближайших преследователей – солигорский шахтер. Ревенко на старте второго периода счет открыл. Он же закрепил успех Рыси, поразив пустые ворота горняков в концовке матча 2-0 победа Гомеля. В областном центре завершили соревнования по карате Гомель Оупен 2020. Турнир, который имеет статус международного, проходил в 12-й раз. Участники разыграли 51 комплект наград. Соревнования проходили по олимпийской системе с утешительными поединками за третье место. В каждой категории были разыграны первое, второе и два третьих места. Победу оспаривали лучшие спортсмены со всей страны. На турнир было заявлено свыше 400 участников. Это практически вдвое меньше, чем годом ранее. Всему виной пандемия. Из-за эпидемиологической ситуации не смогли приехать каратисты из-за рубежа. К слову, соблюдению всех протоколов безопасности было уделено особое внимание. Праздник проводим максимально по правилам, которые предписывала Всемирная Федерация карате, именно во время эпидемии. То есть уменьшено количество судей, стараемся делать какие-то расстояния между спортсменами. На столах стоят санитайзеры. Ну, таким образом. Но, тем не менее, считаю, что праздник удался. На данный момент, если смотреть масштабы Республики Беларусь, это самый крупный турнир, самое серьезное представительство. Все области у нас представлены здесь. Очень необходимый был турнир. Вот сейчас в этом цикле такого вот уровня масштаба очень нужен. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры подогнал «Симон»!